Этот проект решения не набрал необходимого количества голосов для утверждения, 26 голосов в муниципальном совете, из-за закрытости и непрозрачности премарии. Я вам напомню, еще 13 июля, если не ошибаюсь, 22 года премария помпезно презентовала концепцию благоустройства речки Бык в здании Старнета на Михаеве Тязул. Достаточно красивый проект, красивые картинки, и нам обещали в ближайшее время представить его на рассмотрение. Мы считаем специальным образом, данный проект не был представлен в прошлом году, для того, чтобы представить этот проект и начать работы, как и некоторые другие работы, которые сознательно затормаживаются, для того, чтобы начать работы, как раз предвыборный период, для того, чтобы порезать ленточку. Считаем это неконструктивным и вредным для развития города Кишнева. Уважаемые кишневцы, 8 заседаний подряд премария по приказу генерального примара заблокировали заседание Совета. Запрещено было всем представителям дирекции управления муниципальных предприятий являться на заседание Совета и докладывать информацию, а также представлять проект решения. Восемь заседаний подряд, более месяца, в пользу кишневцев не было принято ни одного решения. Теперь по поводу этого решения. Реабилитация речки Бык – это необходимый и важный для города проект. И фракция, партия социалистов готова поддержать этот проект. Мы не готовы поддерживать непрозрачность, отсутствие транспарентности и непонятное расходование средств. В чем вопрос? Вопрос в том, что территория речки Бык не является делимитированной. То есть не определена, чья же это территория. Юридическую часть расскажет Виктор Поляков. Я вкратце вводную часть делаю. Территория речки Бык не является определенной, чья же она государственная или муниципальная. Я напомню тем, кто в курсе, в муниципе судится с Республикой Молдовы. Приблизительно спор является о 600 участках, по которым принадлежность непонятна. То есть нужно определиться, это государственная территория, либо это муниципальная территория. Если это муниципальная территория, то мы имеем право и обязаны вкладывать в благоустройство этой территории. Если это государственная территория, то уже есть нормативные акты. Рапорт счетной палаты, предписание инспекции финансиары о том, что о нецелевом расходовании средств. Это уже есть. Следующий момент. Отсутствие экспертизы цена. При общей стоимости проекта 20 миллионов евро. 5 миллионов евро идут на консультацию, экспертизы и проектирование. Расшифрование вот этих 5 миллионов, куда конкретно и сколько конкретно идут, нам не хотят представить эту информацию. Мы считаем это недопустимым. Дальше оставшаяся часть приблизительно понятна, но мы также хотели бы четко расшифровку, куда расходуются средства, кредиты, которые потом будут возвращать из бюджета, то есть с налогов всех кишиневцев. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что генеральный примар и в примарии стали заниматься политикой. Когда генеральный примар был в составе партии социалистов, и когда генеральный примар стал примаром, и он обещал всем кишиневцам не заниматься политикой, тогда город развивался усиленными темпами. И партия социалистов поставляла свое крепкое плечо под все важные проекты городского развития. Сейчас генеральный примар решил заняться политикой, организовал свое политическое формирование, и стала возникать политическая ревность. То есть попытка натянуть одеяло администрации города только на свое политическое формирование, что называется в простонародном языком использование административного ресурса для продвижения своей политической партии. Мы рекомендуем отказаться от политики в примарии. Предыдущее управление господина Киртаки говорит о том, что это, к сожалению, плохо заканчивается, и партия социалистов готова проголосовать за все важные проекты решения. Нам обещали в ближайшее время представить студию дефизабилитати техникой экономической обоснования на утверждение в муниципальный совет. Этого не было сделано на протяжении 2022 года, и только в апреле, в марте 2023 года нам представили. Мы считаем, что это делается тенденциозно для того, чтобы сделать поближе к предвыборной кампании. Следующее. Мы на заседании совета попросили, лично я попросил, перенести данный проект решения в конец повестки, для того, чтобы иметь время обсудить те вопросы, которые мы не получаем ответы с экзекутивом. Генеральный примар запретил экзекутиву являться на заседание примарии, в связи с чем было заблокировано 8 заседаний. Более месяца город не получал нужных для кишиневцев решений. Следующее заседание нашли компромисс, включили данный проект решения, и каждый из вас имеет возможность ознакомиться с бурной дискуссией по этому проекту решения. Нам отказали в публикации и представлении технико-экономического обоснования на основе того, что там якобы конфиденциальные цифры. Это было сказано госпожой рапортором на камеру, что вызвало наше недоумение. Техника экономического обоснования является базовым документом, на основе которого делаются предпроектные работы. Дальше делаются именно, исходя из этих цифр, мы понимаем необходимый объем проектирования. Нам же эти цифры не говорят, заявляя конечную цифру о проектировании консультации и экспертизы в 5 с лишним миллионов евро, которую мы считаем очень странной излишне завышенной цифрой, составляющей 25% от стоимости всех инвестиций в 20 миллионов евро. Напомню, международный стандарт 10% на экспертизу консультирования и проектирования от общих инвестиций. Куда деваются деньги? В устном порядке нам сказали, что эти деньги получат 6-8 каких-то компаний, консультантов, экспертов и так далее. Мы считаем это недопустимым, мы считаем это нетранспарентным. И если примария заявляет о приверженности евроинтеграции, этого недостаточно, необходимо делать шаги. Лимба Румына, евроинтегрария, унирия не делают из примарии или генерального примара истинным европейцам делать открытость и транспарентность. И мы готовы сделать шаги навстречу к примеру. Мы запросили и уже зарегистрировали ту работу, которую не сделал экзекутив. Мы зарегистрировали заявление в цена с проведением экспертизы этого проекта. Это международный проект. БЕРД финансирует часть этих денег, часть получается грант. Мы благодарны Европейскому банку за такую возможность реализации. Однако хотели бы открытость и понимание. Если экспертиза, цена будет положительной, мы готовы утвердить данный проект и проголосовать за него. Мы обратились в финансовую инспекцию и уже зарегистрировали заявление. Финансовая инспекция ранее высказывалась о недопустимом расходовании средств, о нетранспарентном расходовании средств в отношении реализации некоторых проектов. Мы хотим четкость и прозрачность, как заявляет примария согласно европейским ценностям, для того, чтобы жителям было понятно, куда расходуются их средства. Следующее. Мы сделали то, с чего должна была начать экзекутив. Мы обратились в правительство с просьбой о делимитации этой территории, то есть определить, это государственная или муниципальная территория. Если это муниципальная территория, мы имеем право вкладывать капитальные средства в развитие речки Бык. Если это государственно, мы просим передать на экономическое пользование эту территорию, для того, чтобы мы также имели право, либо заключить совместное соглашение с агентством публичной собственности. В этом случае просим режим ПАС не заниматься также популизмом, пинг-понгом с примарией и вместе развивать город, потому что кишиневцы не имеют политического краса, все будут пользоваться и наслаждаться обновленной речкой Бык. Мы также обратились в счетную палату, для того, чтобы нам представили информацию. Я напомню, уже есть несколько рапортов счетной палаты о нецелевом расходовании средств, в том числе бюджета муниципи Кишинева, для того, чтобы разъяснили порядок расходования средств. Можем ли мы потратить 20 миллионов евро на реабилитацию речки Бык, которая не является муниципальной территорией и пока не делимитирована. Мы первые шаги сделали. Мы призываем генерального примара и экзекутив отказаться от популизма и политики. Мы понимаем о том, что предполагалось, как мы считаем, чтобы этот проект был утвержден без необходимой процедуры. Дальше мы будем иметь на этом столе целую кучу проектной документации. И мы не смогли бы реализовывать этот проект, господин примар ушел бы в имидж виктимизаря, опять начался бы пинг-понг с правительством, почему же нельзя реабилитировать речки Бык. Давайте сделаем изначально правильно, давайте избавим кишиневцев от мучений и наблюдения за этим пинг-понгом и будем развиваться. Золотой год развития муниципи Кишинева, это когда президентом был Игорь Николаевич Додон, который потребовал от правительства выделить в муниципе Кишинев огромные средства. Это 120 миллионов на Албешару, 100 миллионов на очистные сооружения, 40 с лишним миллионов на благоустройство уютных дворов. Мы вскоре выйдем с отчетом о том, что сделала фракция партии социалистов для города, мы сделали огромное количество различных проектов, мы надежное плечо развития города Кишинева. Уважаемые кишиневцы, вам большое спасибо, предлагаю вам наблюдать за этой огромной цифрой 20 миллионов евро, фракция партии социалистов выступает за реабилитацию речки Бык. Получив ответы на эти вопросы, мы с большим удовольствием проголосуем и просим премьерию опять быть открытой.